СЕНАТОР Сенатор, можете подойти? Да, но давайте недолго. Спасибо. Мне не хотелось бы отрывать вас от вашей работы. Узнали ли вы там что-нибудь такое, что изменило бы ваше мнение об Украине? Нет. Нет, оно не изменилось. Послушайте. То, что я там услышал, и мне сейчас надо особенно осторожно подбирать слова, так как совещание было закрытым, но я скажу так, если и есть для Украины какой-нибудь вариант для победы, то я о нем сегодня не услышал. Но зато я услышал о том, что запросы на финансирование никогда не прекратятся. Например, этот последний запрос на 24 миллиарда, это еще не конец, это еще даже и близко не конец. Так что, по-моему, нам по сути сказали, приготовьте свои чековые книжки. И это, конечно же, не наши собственные чековые книжки. И я, кстати, хочу сказать, что мне уже противно слышать, как все эти люди из администрации в той комнате благодарят Конгресс за его щедрость. Но ведь, черт побери, это же не наши деньги. Это не мы такие щедрые, это деньги американского народа, и они уже потратили 115 миллиардов из них, и не показали пока никаких результатов, а собираются они попросить еще больше. 24 миллиарда, это еще даже и близко не конец. Но что будет, если Конгресс не даст им то, о чем они просят? Ну, во-первых, будем надеяться, что наши европейские союзники, наконец, займутся этим. Нам только что еще раз сказали, что мы потратили денег больше, чем вся Европа вместе взятая. Ну, то есть... В последний раз, когда я проверял, Россия находилась в Европе. Так что нам нужно, чтобы наши европейские союзники проявили инициативу, в особенности Германия, и начали бы действовать поактивнее. Но это не то, о чем они говорят. Они прямо говорят, что американский народ теперь навечно приговорен к этому. Так что давайте просто посильнее похлопаем тратящему не свои деньги Конгрессу. Им пора бы уже обратиться напрямую к американцам и сказать, мы хотим еще 50-100 миллиардов, а может еще больше. А что вы скажете республиканцам, говорящим, что если убрать сейчас всю эту помощь Украине, то будет то же самое, как когда администрация Байдена вывела войска из Афганистана? Что бы вы на это сказали? Знаете, что вы можете сделать? Вы можете взять все эти комментарии по поводу того, что будет, если мы перестанем тратить деньги американского народа, заменить слово «Украина» на «Ирак» или «Афганистан», и вы получите слово в слово то, что годами говорил Джордж Буш. Да и другие после него про то, что мы должны вечно оставаться в этих странах и вечно тратить на них деньги. Кстати, без всякой отчетности. А результат будет почти незаметен. Это все та же самая аргументация. И я не понимаю, зачем нам опять проходить через все это. Но ведь сейчас совсем отличная ситуация. Отличная чем? Это все та же самая аргументация. Я вот только что стоял и слушал, как они говорили, что для сохранения нашей позиции в мире мы должны продолжать давать деньги. Дословно. Для сохранения нашей позиции в мире. Вот на что мы теперь тратим наши деньги. На нашу позицию в мире? Марк Келли сегодня говорил про то, что после того, как война будет завершена, то может наступить момент для нового плана Маршалла, для того, чтобы отстроить обратную страну. Что вы об этом скажете? Да, конечно, это следующим пунктом. Послушайте, что я скажу. Они хотят 24 миллиарда сейчас. Много-много-много миллиардов в следующем году. Они уже сказали об этом. А потом, после всего этого, кто его знает, сколько еще. Так что вот, что я сегодня сделал. Сегодня я встал перед Капитолием с людьми из моего штата и со всей страны, которых федеральное правительство заразило радиацией, и они ни копейки не получили от своих властей. Ни копейки за 70 лет. И вы хотите, чтобы я начал тратить их деньги, еще 100 миллиардов долларов для Украины. А у них нет даже нормального медобслуживания, хоть они и были отравлены своим правительством во время военных операций. У меня даже слов нет. А вас не беспокоит, что снижение помощи Украине дает сигнал Китаю и президенту Си? Нет. Я считаю, что сигнал, который мы должны послать... Послушайте, для того, чтобы сдерживать Китай, нужно сдерживать Китай. И делать это надо в Тихом океане. А Украина не в Тихом океане. Китай — это главная угроза нашей безопасности. И сейчас мы не в состоянии... Если завтра Китай вторгнется в Тайвань, то мы будем не в состоянии это остановить. И я считаю, что мы должны сказать американскому народу правду. Если они вторгнутся на Тайвань, то Тайвань падет. Это же очевидно. Но ничего страшного, если вас это не заботит. Но меня это заботит. Собираетесь ли вы присутствовать на завтрашней встрече сенаторов с Зеленским? Вряд ли. Хотя после того, что я сегодня услышал, наверное, стоит пойти. Так как я был настолько поражен тем, что я там услышал по поводу... контрнаступления, что я подумал, что может, не стоит услышать об этом напрямую от Зеленского. Данные были очень тревожны. А от него вы хотите услышать конкретику? Это касательно контрнаступления. Меня поразило то, как оно проходит. Как оно развивается. И у вас появились вопросы к нему? По поводу продвижения, скажем, тон несколько отличался от того, что они говорили на публике, и это было очень серьезно. Это все, что я могу сказать, не раскрывая секретную информацию. Сенатор Холли? Да. А вот Митч Макконнелл говорит, что денег полно, и что все эти деньги пойдут производителям оружия в Соединенных Штатах на усовершенствование и модернизацию заводов. Что мы обновим наше вооружение после того, как отдадим наше старое оружие. И что все это поможет нам, поможет нашим военным, а также предоставит рабочие места. В то же время он указал на то, что российская армия серьезно ослабла, потому что вместо того, чтобы потратить триллионы долларов на прямое противостояние с Россией, мы всего за 100 миллиардов помогли Украине уничтожить множество российского вооружения и обороноспособности. И он также сказал, что Украина свободна, и что это победа. Ну, в последний раз, когда я проверял, на территории Украины было полно российских войск. Так что мы потратили 113 миллиардов долларов американского народа, что немало. И уверен, что гособоронподрядчикам это все очень нравится. Вне всяких сомнений, они заработали кучу денег. Дало ли это рабочие места? Я хотел бы посмотреть на данные. Я не услышал никаких конкретных цифр, вместо них много восторженных речей. И от тех же самых людей я слышу, что отправка денег на Украину сдерживает Китай. Послушайте, эти люди, им надо как-то оправдать Украину. Если у них есть стратегия для победы, давайте ее послушаем. Но давайте, больше без всех этих откровенно ложных комментариев, давайте не будем врать американскому народу по поводу того, где мы находимся и что мы делаем. Давайте не будем говорить, что мы побеждаем, когда это не так. Давайте не будем говорить, что Украина побеждает, когда это не так. Давайте не будем говорить, что мы можем остановить Китай, когда мы не сможем. Они врали нам по поводу Ирака, они врали нам по поводу Афганистана. И я, честно говоря, устал слушать их ложь по поводу Украины. Это должно прекратиться, эти люди должны перестать. Считаете ли вы, что мы должны предоставить новое оборудование для полного выдворения русских войск с Украины? Нет. Должны ли мы? Нет. Конечно же нет. Это по поводу стратегии? Нет, мы не должны. Я категорически против введения американского контингента. Они говорят, что они за... Я говорю не про войска, а про оружие. Я не думаю. Нет. Мы уже потратили 115 миллиардов. Что нам надо сделать, это разместить войска там, где надо. В Тихом океане, для противостояния Китаю. Мы там очень уязвимы. Что вы скажете по поводу аргумента Марка Келли об эффекте домино, если мы перестанем помогать Украине? Как и с Вьетнамом. Если мы уйдем из Украины, то они выйдут на границы Польши, Литвы и всех остальных государств, которые были частью Советского Союза. Погодите-ка, минуту назад вы говорили, что их армия серьезно ослабла, так что тут ведь два варианта. Либо их армия ослабла, и они уже не смогут этого сделать, либо они завоюют всю Европу, и эти варианты взаимоисключающие. Так что, я думаю, вы должны спросить об этом тех, кто говорит об этом. Их армия или могучий тигр, или она ослабла? Не оба варианта одновременно. Дело в том, что они играют фактами, лишь бы забрать как можно больше денег у американцев. Там нет никакой стратегии для победы, я только что там об этом услышал. Надеюсь, что я ошибаюсь, но... Ладно, хватит об этом. На основании услышанного вами сегодня, как вы считаете, американский народ обманывают по поводу Украины? Я считаю, что вы говорите неправду, когда утверждаете, что на Украине дела идут хорошо. Что когда вы говорите, что мы можем противостоять Китаю, то вы лжете. Когда вы говорите, что продолжая помогать Украине, мы противостоим Китаю, то это тоже ложь. А мое мнение, что мы должны говорить правду, а это все неправда. Все, всем спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!